МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа День за днём. В студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска региона на этот час. Губернатор Тюменской области Александр Мор поздравил работников сферы гражданской авиации с профессиональным праздником, который отмечают 9 февраля. Глава региона отметил, что самоотверженный труд тюменских авиаторов является золотой страницей в истории создания западно-сибирского нефтегазового комплекса. Наши лётчики доказали, что им по плечу огромные северные расстояния, а их вклад в обеспечение энергетической безопасности Родины невозможно переоценить. Сегодня гражданская авиация в Тюменской области продолжает решать важные для развития региона экономические и социальные задачи. И по-прежнему многие тюменские мальчишки, глядя в облака, мечтают стать лётчиками, написал губернатор в своём телеграм-канале. Он также подчеркнул, что регион является лидером среди субъектов по количеству международных аэропортов, которых накануне стало 6. Сегодня гражданской авиации в России исполняется 100 лет. Официально пассажирские воздушные перевозки зародились в стране в 1923 году и уже через год над Тобольском пролетел самолёт марки «Юнкерс-Ф-13» в рамках агитационного полёта. Другие подробности развития Тобольской авиации в материале наших корреспондентов. Ну это ША-2, это 50-й год. Вот это вот, её и называют шаврушка. Шаврушка. Это конструктор шавров. Это который в Антибе. Да, в Антибе. Точно такой же только в 1932 году приземлился на реке Тобол и открыл Тобольску небо. Павел Журба прилетел в город осенью 67-го. Бортмеханика направили в командировку, как оказалось, на всю жизнь. За плечами почти 30 лет в профессии и более 13 тысяч часов налёта. В конце 60-х здесь летали на Ан-2 и Як-12. Это была, ну, деревня такая, всё заброшено, дорог не было никаких. Только самолётом летали. В 1968 году при передаче шести вертолётов сюда, в Тобольск, Ми-4, вот, и образовался 293-й лётный отряд. А первый вертолёт Ми-8 приземлился в Тобольске 9 января 1974 года. Это было целое событие. К тому времени в авиаподразделении работали порядка тысячи человек технического персонала, а лётный отряд – около 200 пилотов и бортпроводников. Авиасообщение жизненно важно. Других способов добраться до деревень-заболотья, особенно летом, до сих пор нет. А Чиро, Ишменёва, Чебурга – в каждой была оборудована посадочная площадка. Летать приходилось несколько раз в день, в том числе санавиации. Базировали здесь. Ну, строительство дороги как раз шло. Железные дороги начали строить от Тюмени. Вот мы это обслуживали. Вот, потом газопроводы, нефтепроводы тянули вот эти. Вот здесь Тобольска четыре нитки идёт. И знаменитый «Дружба» – Уренгой, Помар и Ужгород. К 1985 году в Тобольском авиаподразделении было пять эскадрильей. Появились и новые самолёты Ан-24. Но Тобольский отряд в таком составе просуществовал всего пять лет. В 90-е часть бортов были переданы в Тюмень. И всё это время табаляки ждали, что в городе появится новый аэропорт. Всего-то с третьей попытки и время за... Сейчас у нас аэропорт. Я от души рад. Вы уже летали? Да, я летал. Ага, летал уже. Вот. И от души рад, что получилось у нас. Грандиозное событие. И даже сейчас, вот два дня назад, буквально международный сектор сделали. Мишустин подписал. Тобольская авиация сегодня вышла на новую высоту. Светлана Галякова, Мария Гребенюк, Михаил Куричко. Тобольское время. 2023 в Тобольске объявлен годом Михаила Степановича Знаменского. Организаторы намерены привлечь внимание к изучению богатого наследия видного художника, писателя, краеведа, который был близким другом Петра Ершова, дружил с декабристами. С подробностями Ольга Куричко. Скажите, вот тут улица Знаменского. Вы знаете, кто такой Знаменский? Не знаю, забыл. Он был археологом и учителем. В честь Михаила Степановича Знаменского назвали улицу, на которой расположено несколько учебных заведений Тобольска и Косторезная фабрика. Известный табаляк преподавал в Тобольской духовной семинарии, в Мариницкой гимназии рисование и географию, а также развивал Косторезный промысел. В Тобольском музее Михаил Знаменский был выбран кандидатом хранителя, формировал одну из первых выставок. Здесь хранятся 200 работ художника. Бытовые сцены, природа, портреты отца, декабристов и других исторических личностей он передал с фотографической точностью. Михаил Степанович проявил себя как карикатурист. В журнале «Искра» было напечатано 300 его работ. Безжалостно он скрывал пороки общества и власть придержащих. Рискуя жизнью, Знаменский зарисовывал батальные сцены при взятии Ташкента. Большую ценность представляют его этнографические зарисовки, сделанные во время путешествия с тобольским губернатором в Березово и Абдорск. Он ведь в нескольких экспедициях участвовал. На север дважды ездил. Причем одна экспедиция была с десподзиновичем вместе. И он не просто их зарисовывал схематично, а передавал и костюмы, и черты присущие определенной нации. Михаил Знаменский был археологом-любителем, участвуя в раскопках на Чувашском мысу и на городище Искер. Одну коллекцию, которую он сформировал, передали в Томский университет, другая оказалась в Финляндии. Тогда это автономное княжество входило в Российскую империю. Яркие предметы, найденные на раскопках, табаляки могут видеть на его полотнах. Представление о археологических изысканиях Михаила Знаменского можем получить в большей степени благодаря его рисункам. Михаил Знаменский, как и человек эпохи Возрождения, умел много. Воспитанник декабристов, 14 лет жизни посвятил педагогике. Знаток французского и татарского языков, работал переводчиком, проявил себя как интересный литератор. Его произведения дополняют образ Самородка и Тобольска 19 века. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольске подвели итоги городского конкурса «Спортивная элита-2022». Награды вручили лучшим из лучших в десяти номинациях спортсменам и наставникам. Подробности у Натальи Китовой. Здесь себя нашли лучшие умы, нам открыть пути к новым свершениям. Тобольским спортсменам в 2022 году покорились новые вершины. Многие имена прозвучали среди победителей уже традиционно. К примеру, мастер спорта России подзюдо Любовь Орлова одержала победу в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта». Награду Люба получала дистанционно. Девушка находится на сборах в Сочи. Я очень рада, что стала победителем ежегодного городского конкурса «Спортивная элита». Хочу поблагодарить моего тренера Кочетова Алексея Валерьевича, а также наших друзей, которые помогают в моей подготовке. Готовы были, потому что те результаты, которые показала моя спортсменка в этом году, ну все-таки я понимал, что это должны мы выиграть были. И Любовь Орлова должна была стать победительницей, ну и в том числе и я. 320 спортсменов Тобольска сегодня в составе сборных Тюменской области и России. Каждый год их становится все больше и больше. Безусловно, это результат всей нашей совместной работы. Мы с каждым годом все больше, все ответственнее подходим к вопросу модернизации и создания спортивной инфраструктуры. За родной город и регион на соревнованиях бился и Равиль Коробов, а сейчас он принимает участие в специальной военной операции. Ответное слово отправил с места службы. Еще одна победа для меня в моей копилке. Хочу сказать спасибо моему тренеру Собарову Андрею Михайловичу, моей команде, всем пацанам и моим родителям. Награду получил и тренер Равиля. Андрей Собаров выпустил в большой спорт ни одного именитого борца. Для меня это награда, но в первую очередь, что я год трудился не зря. Это еще раз подтверждение того, что я на правильном пути, что все делаю правильно. Всего были названы имена победителей в 10 номинациях конкурса. Вручили и три специальных приза. Компания «Запсибнефтехим» стала меценатом года. Нам сегодня уже не раз говорили слова спасибо за то, что мы выступаем партнерами многих городских социально-экономических инициатив. Но правильно было сказано в цитате Максима Викторовича Афанасьева, приятно быть партнером в начинаниях. И именно в городе Тобольске. Предприятие поддержало проект развития детско-юношеского спорта Тобольска. Ребята получили возможность выступать на соревнованиях далеко за пределами Тюменской области. А значит, весомых наград в городской спортивной копилке станет еще больше. Наталья Китова, Михаил Куричко, Рустам Рузеев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Сегодня Международный день пиццы. Это итальянское универсальное блюдо поражает своим разнообразием начинки. Только одно Тобольское кафе в месяц готовит более 600 штук. Пиццы здесь разные – сладкие, кислые, соленые и острые. Мария Гребенюк расскажет, какая понравилась ей. Вот это вот, когда крутится, получается бортик чуть толще, серединка чуть тоньше. Мастер и его Маргарита готовы удивлять. Пиццемейкер Светлана Фролова три года в профессии, но продолжает совершенствоваться в искусстве приготовления, пожалуй, самого знаменитого итальянского блюда. Неаполитанское тонкое дрожжевое тесто, приготовленное по особой рецептуре. Его заводят на ледяной воде и отправляют на созревание минимум на 72 часа, чтобы придать особые свойства. В этот момент успевает раскрыться дрожжи, успевает завязаться клейка вина, которая очень нужна именно для пиццы. Чтобы при высокой температуре тесто не вздуло шапочкой и из пиццы не получился татарский баурсак, заготовку дайкерят или дырявят. Еще один секрет, чтобы кусочек пиццы не провисал в руках, середина блюда должна быть хорошо прожарена. Тягучесть и влагу, которой все наслаждаются, придает моцарелла – молодой сыр. А итальянский соус, приготовленный по фирменному рецепту, делают из вкуснейших помидоров и ароматных специй. Хотя в зависимости от начинки возможны варианты – сливочный соус для рыбы и сладкий для фруктов и ягод. Три-пять минут в духовке – и пицца готова. Пицца очень популярна, особенно среди молодежи. Взрослые ее также любят, потому что пицца – такой универсальный продукт из теста, а на тесто можно положить все, что угодно. Большой спрос на это итальянское блюдо и рождает массу предложений. Пицца – чрезвычайно пластичное блюдо и начинка в ней может быть практически любой. Главное, чтобы продукты сочетались между собой. Например, пицца с телячьими мозгами и баклажанами, пицца с индейкой и апельсинами, пицца с кальмарами, белыми грибами и кабачком. Вариантов море. Ассортимент пиццы в России значительно отличается от итальянского. Количество вкусов зашкаливает. Например, в этом меню более 30 видов разной пиццы – цезарь, пепперони и сладкая с ежевикой. Как раз ее я решила и попробовать. Очень необычный вкус. Сладкая, интересная. Мне понравилась. Сленки текут от одного вида и запаха пикантных колбасок – нежного сыра и томатного соуса. Сытно, аппетитно и очень вкусно. Мария Гребенюк, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Далее прогноз погоды о том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! 10 февраля в Тобольске переменная облачность. Возможен небольшой снег. Днем минус 7, минус 8 градусов. Ночью похолодает до минус 15. Ветер юго-восточный дует со скоростью 1-2 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин